всем привет у меня здесь маленький аллергик посмотрите на его глаз ну это ж капец просто какой-то и димит уезжает послезавтра куда она едет я вам расскажу чуть попозже завтра был и гдень поэтому у меня проблема димита аллергия печь я не могу потому что у меня нет духовки мне надо ребенка найти срочно желательно потому что я хочу чтобы это была моя пасха вот найти ему куличик где-то без сахара без молока без сливочного масла в общем как такое эти я не знаю но сегодня у меня задача поехать в город и купить где может быть вы мне напишите в комментариях на будущее но сегодня я кстати в инстаграм надо попросить девчонок может быть помогут так что подпишитесь на мой канал подпишитесь на мой инстаграм нажмите на колокольчик чтобы не забыли просто сделать это в конце и дальше будет девчонки а вы даете своим деткам пробиотики я вот димиту даю я уже писала пост инстаграме я здесь повторюсь и потому что может быть как бы вы не подписаны в инстаграм так что подпишитесь итак я даю димиту пробиотики с 4 месяцев даю биогаю по назначению врача почему во первых врач назначил из-за того что у малого началась аллергия на коровий белок давала раньше в каплях а сейчас перешла на таблетки так как он уже взрослые даю биогаю протексия с витамином d почему с витамином d ну во первых так как у димита аллергия у него ослаблен иммунитет у него жесткая диета он принимает определенные лекарства и риск подцепить урви он как бы возрастает хорошие бактерии подкреплены витамином d они помогают сезонным аллергикам таким как димит поэтому я вот как бы за витамин d как говорится скоро у нас уже будет лето витамин d будет вырабатываться самостоятельно но пока вот даю у нас уже заканчивается как раз делаю потом уже перерыв вот но я вам хочу сказать что иммунная система организма она у нас начинается в кишечнике взрослых у детей но так как мы взрослые нам попроще а вот деткам надо помогать поэтому микрофлора должна быть в порядке и в принципе я понимаю что димиту помогает я просто вижу даже когда у него начинается аллергия я даю ему пробиотики и сразу же она уходит на нет так что мы на пробиотику напишите мне в комментариях пожалуйста даете ли вы своим деткам пробиотики и какие димиту очень нравится я могу сказать что я даю месяц два потом делаю перерыв опять же в инстаграме я вам говорила подписывайтесь инстаграм о том что я начинаю заниматься английским языком сегодня мне первое занятие с учителем и плюс у меня еще онлайн заниматься я буду с учителем в доме вот уже подготовила тут стол со стульчиками почему потому что в маленьком домике места мало и димит просто физически не даст позаниматься поэтому я вот спряталась можно сказать здесь и он еще без ремонта но мне здесь уже нравится и вот прыгал сэнглиш это планет девочки сделали нафи вот я на сделали такую в общем тему прикольную я попробую как бы начинаю уже пробовать у меня сейчас вам покажу у меня курс так вот хочу очень бьюти на курс попасть но я сейчас другие и видите здесь разные интересные фишки которые интересны именно для девочек поэтому девчонки делают это все онлайн через youtube через телеграм и вот этот планер как помощник вы ждете мои строительные влоги я уже начинаю их монтировать те которые предыдущие были вот они были осенью и весной видео которые я снимала я начну сейчас монтировать и запущу один за одним то есть покажу как же все таки делался теплый пол стяжка и так далее вот конечно многие вещи уже позабывала в тот момент знаете как говорится куй пока горячо но лучше поздно чем никогда и еще подпишитесь пожалуйста на мой канал потому что я знаю я посмотрел по аналитике 59 процентов смотрят меня без подписки но ребята пожалуйста напишите в комментариях может вы не знаете как подписаться для этого вас должна быть почта gmail я например своей маме завела почту чтобы она могла оставлять комментарии что делает моя мама она вбивает в гугли запрошка она и продолжает смотреть меня без подписки вот так вот чуть-чуть отвлекусь вам на дом хочу показать что уже работает теплый пол уже три дня как дома тепло вот стоит система копил гребеночки в общем все все и температура 33 градуса так что ура теперь осталось мне вентиляцию вентиляция может стоить как очень-очень много денег так и чуть поменьше это все зависит от самой вентиляции можно сделать самую обычную самую дешевую но я делать не хочу потому что проект дома очень прикольный и экономить на том ночью я потом пожалею что сэкономила я тоже не хочу но и ставить какую-то за бешеные деньги я тоже не могу у меня нет такой возможности поэтому я буду выбирать между двух золка говорит мне приезжали уже разные компании и просчитывали ну стоит это три где-то тысячи долларов и это без кондиционирования то есть кондиционеры я учитываю но поставлю их потом и кстати кто-то мне писал в комментариях а не ты попроси мужа пусть он тебе поможет вот сегодня я поговорила с ним по телефону говорю может ты мне поможешь с вентиляцией или с потолком ну чтобы я могла как-то уже переехать с детьми на что низко сейчас я вам покажу сколько раз я пыталась учить английский раз два три четыре это сейчас не к нашла тетради моих курсов то есть вот у меня тут даже есть словарик и я сюда записывала слова понимаете то есть попытки были но почему-то они как говорит ты хоть что-то помнишь из этого честно can you say about this my mom my mom with 34 я конечно ничего не понимаю о чем вы тут говорите и 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 Мама кушает, мама говорит, сначала прикрой эту дверцу, а потом такая кушает, кушает, хочет, Ника, включите. Вы понимаете, я уже переехала, я уже тут живу. Пока стол должен пойти где-то вон там стоять. Да, но пока здесь, и я такая подумала, свет в доме есть, дома тепло, подыгрев было. Почему бы не поставить тут какую-нибудь кровать? Серьезно говорю, я готова переехать и здесь жить. Ну, потому что тебя здесь практически никто не трогает. Да, не трогает. Я пришла сюда, пришел учитель, мы учим. Мама пришла, Ника пришла, Дема пришел, все переместились с маленького домика в большой. Я реально понимаю, сколько бы домов я не построила, все равно все пойдут за мной. По поводу питания сразу. Многие спрашивают, как я питаюсь, как и тому подобное. Так как я хожу в спортзал, я ем белое мясо, то есть это индюшка, для того, чтобы набрать массу. То есть я хочу мышцы, избавляемся, как говорится, от жира, но при этом набираем массу. Яйца, белое мясо, хлеб, я не ем хлеб, но мама заставляет. И, естественно, зелень, то есть... Вот, это как бы мой завтрак. Перед этим была кофе и вода. Что бы вы думали, я в обед спала, потому что приехал бывший муж, забрал Демида погулять, и я так думаю, возможность поспать, возможность поспать, и мы все легли спать. Сейчас начали просыпаться. Это так классно, когда ты выспалась. Я, кстати, взяла Демкину постельку, потому что она пахнет Демушкой. Он даже когда уезжает погулять, я очень скучаю. Вот что, олигарх, сидит в кабинете, в кресле, там такой весь работает. Анечка бедная такая вся в бриллиантах, в доме машины меняет, и тут, я не знаю, ой, что ты? Ну, мама, что, я хотела, чтобы послушали, как ты любишь своего зятя. Нет, я не говорю, что я его люблю или не люблю. Это не мой муж, но это мой зять. И когда кричат, ой, бедный, Аня, эгоистка, меняет машины, это... Бросил ее в чистом поле. Да, бросил в чистом поле с грудой кирпичей. И эта девочка на какие-то копейки, бедненькая, все это собирает, везде ездит. С 40 килограмм веса. Завелась. Да, все. Все, я тут спала, встала. Аня, если ты это где-то сделаешь, это я тебе сказала. Но ты, если ты... Я тебе... Я этот телефон заберу, и ты потом будешь искать его. Я не шучу. Путю, путю. Не прошло и полгода, и мы выехали в эпицентр. Опять. Чего мы туда едем? Мы забыли... Рештификат. Ладно. Это такое. Еще пригодится. Чего мы туда едем? На самом деле, когда у тебя ремонт в доме, тебе... Почему все синее? Потому что наступает. О, нормально вернулось. А нет, опять все синее. О, опять нормально. Кремлины. Я больше ничего не придумала. Вот. Почему мы едем в эпицентр? В эпицентре всегда все надо, но в данный момент я еду за мангалом. Я вспомнила. Я думаю... Едешь за мангалом? Да. А что ты мне об этом не сказала? Самое интересное, я сама забыла, объясню. Я думаю, так, завтра шашлык, завтра Пасха. Ну, то есть, как бы, приезжают гости, приедет мой брат. Когда собираешься, я говорю, в эпицентре она... А зачем? И вы не понимаете. У меня ступор. Я говорю, это мне по делам надо. А сама не могу тупо вспомнить, почему я туда еду. Я села в машину, взяла Нику, думаю, ну, надо поехать. Только почему, я не придумала. Я в дороге вспомнила. Почему? Не надо. У вас такое бывает? Я думаю, я заработала. Вот эта неделя была очень сложная, правда, очень сложная. Хотя, каждая неделя сложная. Ну, это прям была... Я устала. Я вот прям ощутила, что я устала, как морально, так и физически. Поэтому вот оно сказывается. Поэтому берегите себя. Сейчас оставайтесь с нами, сейчас посмотрим не только мангалы. Я хочу посмотреть... Барбекю большое. Нет. Я хочу посмотреть кровать, диван, что-то такое, чтобы мы могли в большом доме все улечься и, короче, там музыку слушать и просто валя. Мы любим эпиценты. Но нас не пустили. А почему? А потому. А мы смотрим. Восемь. А, нет, восемь. Тут, 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 тут. Поехали в метро, может быть, успеем там купить масштаб. И так, мангала нету. Но разбирают реально круче, чем на Новый год. Нифига нету вообще. Понимаете? Пустые просто. Пустой магазин. Все съели. Мы даже огурцов не могли дойти. Я вам серьезно говорю. Даже мясо, мясо все съели. Блин. Потому что на нейтралке я то вижу. Ну, а я ручник. То есть нажимаю тормоз? Да. Отжимаю ручник? Нет, тебе надо... Нет, ручник просто можешь отжать и все. Все, давай, поехали. Ну что? У меня уже растет юный водитель. Скоро заменят маму. Аня, ты меня что-то фотографируешь? Ты посмотри. Вот на окне я спала. Уль, что такая красивая, Сик, это честно. Аня, мне вот эта красивая уже надоела. Видите, как комплименты воспринимаются? Я вообще не знаю. В общем, слов никаких нет. Одни эмоции, блин. Давай без трунь-трунь. Трунь-трунь-трунь. Давай послушай, как я играю. Я прослушала у церкви, Даней, портели закурила, Сигарета заказала, И форпейдом, я наряд. Полечить через завод, Денька достаточно крутая, Чтобы быть с тобой. Ого, какие песенки мы знаем. Не пропустите видео. Следующее. Как мы отмечаем ее, Поэтому подпишитесь обязательно на канал, Поставьте лайк этому видео, И в следующем видео я вам скажу, Куда же Демид едет? И с Пасхой вас в Лыгдень, Потому что это видео вышло именно на праздник. Поэтому всех с праздником. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok